Палатки и всевозможные рыночки имеют два очень больших недостатка. Первое, действительно, они уродуют вид Москвы, действительно, город превращается в такой Шанхай какой-то, а не нормальный европейский мировой город, в мировую столицу. В этом смысле борьба с ними, это борьба, в общем-то, за благоустройство. Вторая самая главная проблема с этими палатками, это то, что они либо не платят налоги, либо минимизируют налоги. То есть, по большому счету, это борьба с черной экономикой, потому что посчитать там все невозможно. Очень часто не используются кассовые аппараты, не используются чеки, идет неучтенная продукция, часто очень некачественная продукция, продукция с просроченными перебитыми этикетками, которую покупают за копейки, непонятно за что, потом продают по нормальной цене уже людям, ну, несколько дешевле, чем супермаркет. Поэтому, когда не будет этих палаток, люди идут в супермаркеты, там все-таки за качеством следить гораздо легче, отчетность лучше, платятся налоги в городской бюджет, и таким образом увеличивается налогооблагаемая база. То есть, вот этот вот мелкий бизнес, он был бы хорош, если бы это был настоящий мелкий бизнес, который обеспечивает самозанятость, обеспечивает рабочими местами какое-то количество людей, и самое главное, платить налоги. Но у нас под именем мелкого бизнеса, к сожалению, в общем-то, скрывается черная и серая экономика. Это вредно.